Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Дарк Твинс. С вами Санька и наконец-таки игра The Long Dark обзавелась сюжетом. Давайте же взглянем на сюжет. Так что-то графика у меня по ходу настройки. И экран. Так, полный. А что он так это? Хм, странно. Качество все ультра. Странно, ладно. Режим выживания. Прохождение The Long Dark в сюжетном режиме по эпизодам. Отлично. Начать новую игру? Да, начинаем эпизод первый. Не уходи смиренно. После крушения самолета где-то среди канадских лесов Маккензи потерял доктора Гринвуд. Из виду я оказался в одиночестве. В борьбе за выживание Маккензи решает осмотреть городок под названием Мильтон, где начинает осознавать истинные масштабы произошедшего. Начать. Отлично. То есть, как обычно, самолет упал. Мне напоминает этот фильм. Называется На грани. С Энтони Хопкинсом и Аликом Болдвином, по-моему. Старенький такой, но классный фильм. Советую посмотреть. Вы слышите? Какие-то шумы. Так, а почему все вот такое, блин, квадрантное? Маккензи. Маккензи. Да я здесь. Открывай глаза, давай. Не дай этому новому миру сломать тебя. Так. Кто-то там представляет. Так, я не пойму, почему экран такой квадратный. Астрид. Астрид. Ёптей. Действие, давай. Доставай. Ёмоё, давай. Винди кусок металла. Вы... Давай, давай, давай. Есть. Фак. Рука поранена. Золундак. Вы чё, блин, издеваетесь? Эй, не пойму, почему у меня... Во. Нормально. Вот другое дело, блин. Так, ты чё, блин? Надо найти, где укрыться от этого ветра. Так, наверх мне идти никак нельзя. Так, кажется, я застрял в каком-то ущелье. Выживает сильнейший. Первая глава. Так, северное сияние, да, самолёт, крушение. Отлично. Бежать я, друзья, не могу. Видимо, у меня что-то с ногами или что-то так пробел. О, источник света, действия в лагере, журнал. Понял. Так, огонь даёт тепло, воду, еду и защиту. Выберите костёр в круговом меню. Вам понадобится следующий воспоминатель. Воспламенитель, труд для растопки и топлива. Горючее ускорит процесс от вида топлива. Зависит время горения и количество выделяемого тепла, на котором... На костре можно приготовить пищу и всхептить воду. Рядом с ним вы не замёрзнете до смерти. Хорошо. Так, мне нужен труд, да? Костёр. Понял. Ни хрена у меня нет, да? Мне нужны палочки. Взять. Мы сейчас всё возьмём. Кусты не берутся, да? Палочки взять. Взять. Так, ткань, взять. Оба следы остаются от меня. Круто. Газету возьмём тоже на труд. Обыскать. Пусто, да? Ладно. Газета, палочка. Нужно остановить кровотечение. Так, разламываю. У меня температура упала. Моего дядьки. Остановить кровотечение. Как мне это сделать-то, а? Так, выживайте нижний импер. Развешивайте огонь, чтобы не замёрз насмерть. Вистекайте кровь, найдите и присмысленность. Сорюдите повязку и сняйте кровотечение. Так, крафт. Повязка. Начать делать. Изготавливаем повязку. Отлично. Так, аптечка. Научитесь вовремя оказывать себе первую помощь. В дикой природе очень легко умереть. Лекарства из аптечки или собственные лекарственные растения спасут вам жизнь. Используйте окно статуса, чтобы проверить здоровье. Примените лечение, используя аптечку в круговом меню лечения. Можно выбрать с помощью из меню с собой. Понял. Так, ключ к выживанию. Управление. Так, подготовки и самообразование обязательны для выживания. Зайдите в меню управления, если не уверены, что делать. Что может спасти вам жизнь. Хорошо. Так. Наложите повязку. Накладываем повязку. Лечимся. Рука у нас ранена. Мы еще истекаем кровью, и вот она кровь. Так. Потеря крови у нас все, или еще? Наложение повязки, на всякий случай, еще наложим. Это средство не помогло. Жаль. Так, ну ладно. Так. Давайте возьмем газет. Хорошо, давайте разжечь огонь. Начинаем разводить огонь. Блин, как долго. Ну да ладно, не суть. Давай, давай, давай. Давай, давай. Мы должны жить. Иначе вся эта херня... Опа. Огонь пробирается. Давай, давай, давай. Так, Костя, по идее... Опа, есть. Без огня тут никуда. Да, вот температура у нас пошла вверх. Это все, на что я способен. Нужно прилечь, а не то я упаду. Че? День второй. Отлично. Один день мы вроде как пережили, да? Так хочется пить. Надо как-то растопить немного снега. Так, статус. Ваш шанс вовремя среагировать. Открыв краткую статистику или круговое меню, можно проверить состояние здоровья. А также увидеть, насколько вы замерзли, голодны, устали или хотите пить. Если вы видите хоть один пустой красный индикатор, значит вы постепенно теряете здоровье. Когда он упадет до нуля, вы умрете. Сука, блин. Где красный? У меня внизу есть красный индикатор. Придется ненадолго здесь остаться. Надо посмотреть, что тут есть. Конечно, надо посмотреть. После крушения здесь поиск. Повязка. Анаболики. Повязка. Отлично. Давайте мы себе... А, антибиотики. Ой, нет. Я должен найти еду. Ох, камон. Это не помогло. И я что? Все равно кровь из меня капает. И мать вашу. Бересту берем, ветку разломать. Разламываем. Так, у меня температура падает. Хреновенько. Ребят, что я могу сказать? Разламываю. Жрать охота. И пить охота. Так, не понял. Палка три. Что-то потемнело как-то, а? Или мне кажется? А, разломать. Ой-ой-ой-ой-ой. А что пожрать-то бы? Вот, вроде что-то есть. Коробки какие-то. Похоже на обломанные... На обломки крушения. Так. Так, выскать металлический контейнер. До еды. О, армейский ИРП. Отлично. Деревянные спички. Супер, ребята. МРЕ-шку будем хавать. Сухпаёк. Это вещь, конечно, сильно. Так там и вода должна была быть? В МРЕ-шках. Вы чё, блин? Никогда не видели МРЕ? Давай, открываем контейнер. Что-то должно быть. Есть. Антисептик. Деревянные спички. Отлично. Нет, пока разломать не будем. Давайте попробуем, может, антисептика мне... Это средство не помогло. И чё, оно потратилось у меня, нет? Перебинтуемся ещё, попробуем. Нужно найти воду. Книга, газета. Где ещё ящики, ребята? Я пить хочу безумно. Я замерзаю. Так, понял. Чёртов мороз. Пойдём скорее разведём костёр, погреемся хотя бы. Нужно в чём-то нести воду. Разогревать её на костре. А в чём, если у меня нихрена нет? Не пойму пока. Так, что-то там ещё есть. Так, я иду в ущелье. Давай, давай, давай. Товарищ. Так, с меня ещё и кровь капает. Так, чё тут? Костёр, костёр. Костёр! Костёр на костёр, чё-то не накладывается. Блин, иди мне воды взять. Давай, давай, давай. Воды нет. Жрачки тоже нет. Но я только поел уже хорошо. По идее, когда я поел и погреюсь, у меня должно тепло дольше сохраняться. Но я опять же хочу пить. Я истекаю кровью. Так, растапливание снега делать в водном огне. На костре всегда можно растопить немного снега и раздобыть таким образом воду. Но она не будет безопасной для питья. Если у вас достаточно топлива, просто прокопитите талую воду, чтобы уничтожить все бактерии, яйца, паразитов и другие опасные примеси. Чтобы не тратить ценное топливо, используйте таблетки для беззараживания воды. Сработало. Так, сработает-то... Сработало, блин. Костер. Во, давайте. Топить снег. Отлично. 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 Назад. Вода. Есть. Вода не питьевая. Кипятить воду. Все два литра. Варить. Да, давай, 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 давай. Костер. Есть. Назад. Отлично. Попить воды. Так, мы сыты. Черт, рана болит. Надо проследить, чтобы не было заражения. Ну так, заражение, ты чё, блин? Антисептик. Ммм, впоследствии авиакатастрофы, рец заражения. Да, примените антисептик. Чувствую себя не очень, но надо отдохнуть. Ё-моё, что же, день третий. Ни хрена себе, вот это я выживаю. День третий. Погода становится всё хуже. Надо зажечь хороший костёр, чтобы не замёрзнуть насмерть. Так, хорошо. Ух ты, я теперь нормально хоть бегаю. Так, хороший ты, говоришь, да? Вай, замерзаю. Я бы нахолодаю. Если дров не хватит на всю ночь, то до утра я не доживу. Так, собрано, собрано. Больше палок, больше палок. Оп, оп, вот это вот хорошие палки сейчас должны быть. Так, вот тут ещё ящик лежал. Может, его тоже разломать? Так холодно, что даже не чувствую конечности. Ты сейчас трудишься. Давай, давай, давай. Таблетки для очистки воды. Отлично. Деревянные спички. Ещё ящик сейчас разломаем. Возможно, тут ещё что-то есть. Горючее. Горючее. Отлично. Ящик разломаем. Блин, еды нет, да? Плоды шиповника. Вам это пока не требуется. В смысле не требуется? Я жрать хочу. Так, темнеет. Так, темнеет. Нужно возвращаться. Бежать он не может, так как дико устал. Давайте ещё разломаем ящик. И в нём посмотрим, что есть. Ни хрена в нём нет? Ну да ладно. Открывает. Ни хрена нет. Так, костёр. Так, воспламенитель. Так, труд. Топливо. Отлично. Разжечь. Сейчас гораздо быстрее всё разожгётся. Отлично. Сработало. Так, жратвы нет. Давайте стопим снега, блин. Здорово. Кто там мне пишет? Привет, привет. Занят я сейчас. Костёр, давай больше. Палок у меня много. Давайте разожгём огонь ещё. Может даже не погрелись. Может и этот костёр тоже разжечь попробовать? Отлично, чел. Да я занят, отстань ты от меня, блин. Наверное, стопудово сейчас хочет опять, блин, какую-нибудь херню впарить. Занят я, отстань от меня. Так, у нас вроде нагревается. Вот здесь рядом со мной получается сколько? Температура, да? Так, журнал. Разождите печаль костёр, который будет гореть всю ночь, 9 часов. Понял. 9 часов древесина. Добавить, 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 добавить. Книгу давайте ещё добавим. Есть. Отличный костёр. Ага, вот так вот. Тут были приглашены. Спасибо, не хочу. Во, отлично, отлично, отлично. Костров, хватит, но все ночью. Устал. Ещё поспим. Понятно. Нас готовят пока к выживаниям, получается. То есть, как костёр, полить и тому подобные вещи. Я думал, метель никогда не закончится. Мне нужна еда. Еда, еда. Мне тоже нужна еда. Здесь есть шиповник. Слух. Лучшее средство для выживания. Внимательно осмотрите по сторонам. Вы можете заметить что-то, что поможет вам выжить. Например, стая ворон, кружащая неподалёку, может означать, что там скелет животного или даже труп человека. Понятно. Ага, вон там наверху. Не, ну вы шутите, что ли? Это буря была в прошлой ночью. Дерево снесло подчистую. То есть, дерево это снесло, но... Ага, вот оно. Животное. Олень. У нас лежит олень и сумки. Для растрита. Это был астрит. Так, открываем его. Ага, пароль-то я не помню. Хм, закрыт. Жаль. Ух ты, заставочки даже есть. Нормально. Так, раскладывает пасьянс. Туз, туз, туз некуда класть. Воздушная служба острова Рогатого Зайца. Говорит Маккензи. Полегче, полегче. Помедленнее. Морин, о чем ты? Все хорошо, Морин. Я понял. Оу. Привет, Уилл. Что? Что ты делаешь здесь? Прошло много времени, знаешь ли. Да. Годы. От тебя не было вестей из... Я знаю. Я знаю. Я бы не пришла, не будь это так важно. Ну. И что тебя привело? В смысле... Ты заболела? Нет, я нет. Ну, кое-кто да. И мне надо к нему попасть. Ага. Ты по-прежнему доктор? Да. Я по-прежнему доктор. Я думал, что после... Почему ты здесь? Нужна твоя помощь. В северной части острова есть одно изолированное сообщество. Там кто-то очень болен и... На великом медведя? Там же никого не осталось той поры... Я знаю. Но мне надо туда попасть. По-прежнему спасаешь мир? Кому-то же надо это делать. Что это значит? Маккензи. Уилл. Я не собираюсь ворошить прошлое. Мне нужен пилот, который забросит меня в дальние и дали. И не будет задавать лишних вопросов. Кто-то, кому я доверяю. Погоди-ка. Вопросов? Астрид. Ты во что-то вляпалась? Ты мне поможешь или нет? Что в чемодане? Я же сказала, никаких вопросов, помнишь? Что в чемодане, Астрид? Без вопросов. Смотри. Погода там ужасная. Ужасная. Кошмарная буря. И становится столько хуже. Ты пришла через столько лет. Я могу вообще умереть. Ты могла умереть. И ты приходишь и говоришь, чтобы я все бросил и рисковал своей жизнью где-то на северных пустошах, чтобы ты со своими загадочными металлическими футлярами попала куда-то в дикие дали? Просто потому, что ты пришла и попросила? Да. Астрид. Ты его не вернешь. Не в этом дело. Я знаю, как было тяжело. Нет. Ты не знаешь Маккензи. Ты не знаешь ничего. Ты думаешь, я не чувствую того же самого? Мы летим или нет? Чем дальше ждем, тем хуже будет. Черт. У меня на это нет времени. Подожди. Тем хуже будет. Почему у меня ощущение, что ты не о погоде? Потому что я не о ней говорю. Тащи сумки в самолет. Я проведу осмотр перед полетом. И хорошенько пристегнись. Полет будет не из легких. Отлично. Если нам так будут преподавать сюжет, как в фильмах, то есть идет то, что сейчас происходит и то, что было до этого. Будет такая интрига. Уже интересно, что находится в кейсе, куда она летит. Что было внутри, не было. Острет из него... Так, надеюсь, еще не умерла. А, готова умереть, но, надеюсь, не умерла. Я тоже надеюсь, что не умерла. Так. Че, эта штука у нас не хочет смотреться. Так. Сломанная туша. Так. Это может спасти мне жизнь. Так, у меня есть осколок. Соберем побольше мяса. Оно нам сейчас очень нужно, так как мы очень сильно хотим кушать. Отлично. Так, мы собрали мясо. Так, ваша еда может вас убить. Когда вы умираете от голода, то можете и рискнуть. Но, в целом, есть сырое мясо – плохая идея. Приготовьте его на костре, чтобы избежать отравления или заражения паразитами. Приготовленное мясо можно дольше хранить. И оно не так сильно привлекает хищников. Хорошо. Так, где-то сумка еще была. Понял. Почему-то сумку он не хочет осматривать. Ну и ладно. Не согреюсь – умру. Блин, дружище, я все палки. Разламывать. Взять. Сейчас, дружище, мы сейчас все возьмем. Пить ты хотя бы не хочешь, уже хорошо. Ветку разломаем. Все возьмем. Нам сейчас нужно абсолютно все. Так, взять. 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 Палку взять. Взять. Ну, на пустой контейнер, да. Я сюда, по идее, мог бы что-то складывать, но не буду. Ветку разломаем. Нам сейчас, по идее, надо и погреться. И покушать. Вода у меня есть. Так, пойдем разжигать костер. Здесь мы и будем тусовать, получается. Так, костер. Добавить топливо. Хоть и палок добавим. Так, еда. Готовить. Готовится у нас сырая оленина. О, зашкварчало, как вкусно. Так, попахивающая оленина сырая. Готовить. Будем все готовить. Процент, это, наверное, насколько она еще свежая. Ну, мясо с тухлецой, кстати, не самое хреновое, что можно кушать. Так, пожарится свежая оленина. Готовить. Я сейчас все приготовлю, чтобы у нас было поесть, попить. Так, давайте мы... Так, покушать. Давайте еще покушаем. И попьем. Так, сейчас пока у нас костер горит. Мы, наверное, еще добавим топливо. Только не вот это, вот это. Добавим топливо и сделаем немножко воды. Топить снег, топить. Хватит у нас. По идее, хватит. Сейчас еще палочек закинем. И прокипятим. Так, 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 так. Топливо, палка. И прокипятим. Так, очистить воду. Понятно. Можем очистить ее даже. Очищать воду, наверное, все-таки... Во, мы себя хотя бы чувствуем нормально. И то хорошо. Остальное сварим. Давай-давай-давай-давай-давай. Кипятись. Обжа. Так, нормально. Что у нас там по журналу? Попробуйте выбраться из ущелья. Смотрите ущелья, чтобы выжить. Нужна пища. Соберите все, что покажется съедобным. И поешьте. Смотрите ущелье. Выбраться из ущелья. Хорошо. Так, у нас вроде все не так уж и плохо. Но палочки я, ребят, буду собирать. На всякий случай. Так как это нам может пригодиться. Выбраться из ущелья. Думаю, для того, чтобы разламывать, нужно что-то себе найти. Так, туда прыгать я не буду. Иначе я умру. Да? А вот выбраться из ущелья каким-нибудь... Ага, вот туда. Блин, образом. Надо попробовать. Думаю, здесь есть какой-нибудь выход. Наверное, так можно туда скарабкаться. Давай. Так, рука у меня перебинтована. Ах ты. Выбих лодыжки. Вы че, блин? Серьезно, что ли? Так, плоды шиповника были утоляющие от матери природы. Иногда лучший врач это матерь природы. Из ягод шиповника можно приготовить чаю, успокаивающий боль. Смотрите внимательно. Вокруг вас есть и другие лекарственные растения. Понял. Вот так вот. Чтобы... Так, взять... И че нам теперь идти обратно, да? Так, вывихнул лодыжку. Нормально. Так, это что у нас здесь? Куртка Уилла. Взять. Одежда ваша защита от холода. На безлюдных просторах севера защитить вас от непогоды сможет только одежда. Чтобы избежать переохлаждения, надевайте несколько слоев. Не забывайте, что ветер тоже опасен. Одежда по-разному защищает от холода и ветра. Кроме того, если вы попадете в метель или упадете в воду, ваша одежда намокнет, что повышает риск переохлаждения и обморожения. Старайтесь не намокать. Еще одежда защищает вас от травм, например, при падении с высоты или встрече с дикими животными. Учитывайте эти факторы, а также вес одежды и возможность двигаться в ней. Хорошо. Так, это что у нас здесь? Одежда. Одежда, одежда. Куртка Уилла. Так, голова. Что это у нас еще? Ноги. Понятно. То есть я могу еще куртку надеть. Носить. Отлично. Сюда. Нет одежды больше. Отлично. Нам становится теплее. Что уже хорошо. Давайте еще возьмем шиповничка. Палочек. Разломаем. Все возьмем. Так, все пойдет дело. Так, что у нас тут? А, наберите шиповник и сварите из него. Так, чай. Понятно. То есть меня сейчас идет обучение выживанию. Черт, блин. Больно, говорит. Нога, конечно, вывихнута, блин. Придется опять в этой пещере тусоваться. Так, там вроде костер горит. Сейчас добавим топливо. И все будет в ажуре. Давай беги. Так плохо ему вообще. Палочку взять. Палочку, палочку. Берем палочки. Сейчас мы будем варить себе более утоляющий чай. Выход мы более-менее нашли. Так, костер. Палочек давайте добавим, 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 добавим. Топить снег. Ни одного топить снег. Будем топить снег. Так, как готовить чай? Кипятить воду. Так, как бы нам приготовить чай? Так. Навигация, оружие. Понятно, а где? Как готовить-то чай, ё-моё? А, выберите шиповник и сварите из него более утоляющий чай. И как мне его варить? Тут топливо, здесь еда, ничего нет. Топить снег. Пригодная для питья вода. У меня её и так 7 литров. Так, давайте посмотрим, может у меня здесь что-то есть. Так, в рюкзаке. И что мне с ним делать? Более утоляющий чай можно приготовить. Хорошо. Его как-то скрафтить, что ли, надо, не пойму. У нас нет карт. А, понятно, ваш самолёт потерял крушение. А, вот, приготовленные, понятно. Готовим плоды. Назад. Костёр. Принтопить снег. Там рекресс так необходим. Плодошиповник осталось залить кипятком, чтобы получился натуральный целебный чай. Ага, кипятком, понятно. Как это сделать? Блин, ты, ё-моё, блин. Как это сделать? Не надо мне действия в лагере. Находи материалы, шиповник, тайм-реквест, так, 15. Плодошиповника. Я их сделал. На костре ни хрена, ничего не производится. А, приготовленный плодошиповника. Есть. Готовить. Фу ты, блин. Наконец-то я забрался, как это делать, блин. Сижу туплю здесь. Всё. Так. Ещё гореть будет, да? Чуть. Давайте ещё палочек накинем. Попьём сейчас чаёчку. Есть. Пожалуй, надо бы отдохнуть. Неизвестно, что принесёт завтрашний день. Хорошо. Мы сейчас попробуем... Покушать нам надо и выбираться. День пятый, друзья. Ну что, четыре дня мы протянули здесь. В целом, в целом. Сегодня чувствую себя получше. Думаю, теперь я туда заберусь. А, так, знания. Знания могут спасти вас. Разговаривая с людьми или делая что-нибудь, вы будете узнавать новое об окружающем мире. Таким образом, вы получите знания о людях, местах, предметах и действиях. Добившись доверия выживших, вы сможете добыть особые знания. И вся подробная информация заносится в ваш журнал. Хорошо. Ну что, мы потерпели крушение. Нас обучили простейшим методам выживания. У нас вроде всё пока что хорошо. Температура, отдохнули, вода, еда у нас всё есть с собой. И нам нужно выбираться из этого ущелья, друзья. Выберемся мы или нет, это уже в следующей серии. Спасибо огромное за просмотр, анонсы стримов и о выходе новых видео. Вы можете узнать из группы ВКонтакте, а также подписавшись на мой канал. С вами был Санька, до новых встреч, всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok